Врачи наблюдают динамику роста заражения коронавирусом, как при омикронштамме, выявляют похожие симптомы. Однако официально в нашей области его еще не зарегистрировали. Участились заболевания среди детей, а они более подвержены заражению омикроном. Подробности в следующем материале. Резкий прирост заболеваемости среди детей медики фиксируют с 5 января. Именно тогда произошел коронавирусный бум. Сейчас только в первой поликлинике числится 28 квей положительных, 9 из которых дети до года. Омикрон действительно является фактором риска у детей, в связи с чем дети чаще дышат, дети очень тесно, близко контактируют. У детей есть незрелые функции организма, в связи с этим есть риск развития тяжелых форм заболевания. Среди симптомов врачи выделяют першение и боль в горле, сухой кашель, температуру, быструю утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, одышку, мышечную и головную боль. При обнаружении такой симптоматики следует обратиться к врачу, потому как омикрон штамм размножается в 70 раз быстрее, что и увеличивает число инфицированных. Это очень заразный штамм, у него очень короткий инкубационный период, фактически 2-3 дня, поэтому при контакте больного с здоровыми людьми здесь риски повышаются в 5-6 раз. То есть заразность гораздо больше. И учитывая, что один человек может заразить 5 человек за 2-3 дня инкубационного периода, то есть в 40 раз за несколько недель может увеличиться количество больных. К тому же, подчеркивают, врачи североказахстанцы перестали соблюдать элементарные правила. Маски носят на подбородке, а социальной дистанции и использование антисептиков забыли вовсе. Ревакцинироваться тоже не спешат. Отчего и заболевших за сутки в регионе 182, из которых детей 61, беременных 7. Субтитры создавал DimaTorzok